Этот год в Донбассе объявлен годом русского языка. Поэтому поездка в Сочи, организованная фондом «Русский мир», для студентов стала отличной возможностью повысить свой профессиональный уровень. К сожалению, вот эти 25 лет, которые были при Украине, там чего только не было. Изобвение языка и отсутствие навыков вообще делового общения на русском языке. Потом было совершенно извращенное представление нашей прошлой истории. Благодаря соглашению об образовательном сотрудничестве между Сочинским институтом РУДН и фондом «Русский мир» в институте открыта летняя филологическая школа. Студенты из Донецка будут углубленно заниматься русским языком с квалифицированными педагогами. Соглашение новое, которое определяет этапы продвижения многих проектов в Российском университете дружбы народов. Языковая подготовка, которая дается здесь, в наших стенах, в нашем институте, соответствует стандартам, которые определило именно сообщество лингвистов. Будут представлены, я так понял, более широко вообще все психологические направления. В профессиональном смысле для нас это очень важно. Познакомиться, притронуться не только к каким-то универсальным вещам, но и к авторским курсам лекций преподавателей, вот в этом случае университета РУДН. Сочинский институт РУДН, где изучают русский язык также иностранные студенты, радушно распахнул двери для молодых дончан. Именно они будут у себя дома обучать школьников правильному русскому языку. Это все очень важное событие, потому что именно в общении с своими сверстниками, общение с коллегами, оно будет позволять развивать филологическую науку, развивать русский язык, правильную русскую речь на территории Донбасса. Студентов из Донецкого национального университета ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Образовательная часть предполагает интенсивный практикум по русскому языку, литературе и журналистике, лекции, дискуссионные сессии, практические занятия. Но это еще не все. Музеи, театр, концерт, Олимпийский парк и, конечно же, море. Важная часть культурной программы летней филологической школы в Сочинском институте РУДН. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.